Примерно в 2 часа ночи инспекторов полиции на остановку Рахат по проспекту Республики вызвал мужчина, чтобы заявить о краже. По словам потерпевшего, две женщины обманным путем завладели его наличностями в размере 12 тысяч тенге. Ты же сам нам дал эти деньги в гостинице, правильно? Скрываться с места происшествия подозреваемые женщины не стали. Дождавшись инспекторов, они выдвинули свою версию. Для тщательного разбирательства все участники были доставлены в Альфарабийское РУВД. В половине третьего ночи по улице Бигет-Батыра один из местных жителей вызвал полицейских после того, как его машину пытался вскрыть незнакомый человек. Прибывший на место происшествия экипаж установил, что злоумышленник разбил заднее боковое окно автомашины и попытался проникнуть в салон машины и вытащить ценные вещи. К счастью, хулиган не успел осуществить задуманное. Владелец автомашины услышал шум на улице, вышел во двор и испугнул автовора. Спустя пару минут аналогичное сообщение на пульт 102 поступило от жителя улицы Ташенова. До приезда инспекторов владелец автомашины самостоятельно задержал подозреваемого. Прибывшие на место происшествия инспекторы изъяли у подозреваемого вещественные доказательства, которые указывали на его причастность к преступлению. Добычей злоумышленника оказался видеорегистратор и зеркало заднего вида. Задержанный признался в совершении преступления. Гуляли там? Не были, да? А что здесь взяли с машины сейчас вы? Зеркало и видеорегистратор. Погромче скажите. Погромче можно? Зеркало и видеорегистратор. Зеркало зачем вам? Не знаю, под руку доцепилась. Таксистам, кто под руку покупает. А на деньги эти? По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый доставлен в отдел полиции Альфа-Арабийского РОВД. Ведется досудебное расследование. Долги в 20 тысяч тенге подтолкнули двух девушек к покушению на убийство. Примерно в половине четвертого утра звонок на пульт 102 поступил от администратора сауна Сункар. По словам звонившей, на нее было совершено покушение. Было уже поздно. Я спала. Вдруг услышала, что дверь открывается. И в это время в комнату вламываются вот эти две девушки. Одна прыгнула на меня и пыталась задушить наушниками от телефона. Искакалкой. Я отбилась. Тогда одна из нападавших схватила нож со стола, другая вилку. Нож мне попытались воткнуть в ногу, а вторая ударила вилкой в глаз, но промахнулась. Хорошо, что рядом оказалась моя помощница. Нам удалось отбиться и вызвать полицейских. По словам администратора сауны, девушки являются ее знакомыми, которые задолжали 20 и 15 тысяч тенге. Вечером администратор попросила вернуть долг. А расплатиться с помощью скакалки, ножа и вилки девушки решили ближе к утру, по всей видимости, уже после употребления спиртного. Спор о возврате денег продолжился и в присутствии инспекторов. Полицейским все же удалось успокоить разъяренных дам. Подозреваемые свое вино в покушении не признавали, а свое появление в заведении объясняли просто. Я просто приехала, надо поговорить. То есть они сейчас врут то, что вы нож воткнули там, вилку. Вы не били, получается? А о чем вы приехали поговорить сюда? Нет, о чем? Тема какая разговора? Просто поговорить. По данному факту ведется расследование всех участников конфликта доставили в отдел полиции Альфа-Арабийского ОРУВД. Альфа-Арабийского ОРУВД.